Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, я хотел бы сегодня поговорить о силе мелодии, силе песни. Удивительная, в общем, эта вещь, сила особенно еврейской мелодии. С нами сегодня в студии наш дорогой гость Беньомин Лёжнер. Здравствуйте! Мы приветствуем тебя, мой дорогой Беньомин, и мы очень рады тому, что ты с нами. Я хотел бы спросить, ты слышал о таком поющем раввине Шлома Карлибахи? Ну, может быть, один раз где-то услышал, да. Но я шучу, конечно, я не слышу. Почему ты шутишь? Почему ты говоришь, что ты шуешь? Ну, его все знают музыканты, еврейские музыканты. Все его обожают и многие пытаются. И никто не достиг пока что, чего он достиг. При этом, ты знаешь, многие удивляются и говорят, а чего такого особенного? Мелодии простые, голос не особенный, гитарист он никакой. Мол, вот сколько есть виртуозов. А вот так кругом посмотришь, поют его мелодии в синагогах, за субботним столом. Как-то вот разошлось. Да, да. Вы объяснили? Музыка Карлибаха просто стала частью ортодоксальной еврейской культуры. Может быть, даже вообще еврейской. Может быть, я думаю, она вышла далеко. И не только. И в Израиле их поют, и в Америке их всюду поют. Я просто знаю то, что я знаю, но да, везде его песни некоторые. Столько есть песен, которые люди даже не задумываются, что, а, это же песня Карлибаха. Никто даже не думает. Я хочу привести тебе пример. Я знаю, что твой папа из Москвы. Вот в Москве жил, был такой человек, которого звали и зовут Йосеф Бегун. Сегодня он живет в Израиле. Он, по-моему, был у нас здесь на телевидении. По-моему, он даже об этом рассказывал, если я не ошибаюсь. Но он был первым преподавателем еврита, который не просто преподавал, так сказать, втихаря, а он пошел в Мосгорсправку и повесил на афише, там, знаешь, частных объявлений. Сегодня это интернет. Раньше на стенах, так сказать, домов в определенных местах вешали объявление. Преподаю урок математики, урок гитары. Преподаю еврит. У него взяли это объявление. Почему? Потому что что такое еврит в Советском Союзе уже никто не знал. Такого слова не было, еврит. Выкорчевали все с корнем. А иидыш знали. А еврит не знали. И вот он написал, преподаю еврит. Его, конечно, выгнали с работы. Он был кандидатом наук, ученым. Но хотели отказать ему в праве преподавать еврит, заявив, что он тунеядец. Потому что еврит – мертвый язык. И преподавать еврит – это значит ничего не делать. И потому его надо посадить в тюрьму. И вот он мне рассказывал, что его вызвали на допрос КГБ. Он говорит, я пошел на допрос. Я знал, что я могу дать любое объявление какое-то в газете. То есть дать объявление по дороге в любом там ресторане, в кафе. Что вот я хочу устроиться уборщиком. И меня бы в тюрьму не посадили. Но я хотел отстаивать право евреев изучать свой язык. И потом пошел на допрос КГБ. Его с утра до вечера допрашивали. Потом сказали, уходи, придешь утром. Он говорит, я шел утром и опять думал, ну, может быть, имеет не смысл что-то сделать все-таки, какое-то подать объявление. То есть заявление о работе. Он говорит, нет, я буду отстаивать право евреев изучать еврейский язык. Его арестовали. И вот его первая ночь на Лубянке, в подвале КГБ. Он говорит, я был сломлен. Потому что я думал, что я такой смелый, что у меня было хорошее настроение. Но когда меня уже арестовали и бросили в подвал, я понял, что моя жизнь закончилась, потому что ему дали 2 года, потом ему дали 3 года, потом ему дали 12 лет. Представляешь себе? Из которых 10 он просидел. В общей сложности 10 он просидел. И он говорит, что я был совершенно сломлен. И вдруг, и вдруг, я вспомнил мелодию Шлома Корле-Бах. Не боюсь страха, не боюсь зла, потому что ты со мной. Не боюсь я, потому что ты Всевышний со мной. И вдруг эта мелодия дала ему силы. Много лет спустя, после того, как он уже прошел все эти тюрьмы и выехал из Советского Союза. Его принимал здесь Рональд Рейган в Белом доме. И он оказался в Манхэттене. И когда он шел по улице, совершенно случайно, он увидел объявление, что в каком-то клубе Шлома Корле-Бах дает концерт. Он говорит, я вошел в этот клуб. И сел. И там было в клубе, люди сидели. Он вышел, Корле-Бах вышел на сцену. Посмотрел на аудиторию. И вдруг увидел портрет, который висел в Америке, в многих местах, как узник Асиона. Он вдруг увидел. Он говорит, неужели Йосиф Бегун, известный узник Асиона, здесь? Он говорит, он меня узнал в аудитории. И говорит, поднимайся, иди сюда. Расскажи, как ты воевал с КГБ. Вау. Он вышел. И у меня есть фотография. Он мне прислал фотографию, как они оба стоят на сцене. И он говорит, вы знаете, не то, что я воевал, но я был вот в подвале, я был сломлен. И вдруг я вспомнил мелодию Шлома Корле-Баха. И она дала мне силы. А Шлома спрашивает его, какая же это была мелодия. И он говорит, я вдруг начал ее петь. Он говорит, я обнаглел, как бы, как я смею, я никто пою на концерте, где люди пришли слушать его. Он поет. Он должен петь. Но он спросил, какая мелодия. Я начал петь. И тогда, говорит, как в прошлый раз в Москве, так и сейчас, Шлома Корле-Бах пришел мне на помощь. Вау. Вот поэтому любую мелодию просто для начала, это сила... Очень, очень. Вот эта песня. Гамки елэх пеге Цалмо бе слой Лой-лой-лой-рой Гамки елэх пеге Цалмо бе слой Лой-лой-рой-рой Лой-лой-рой-рой Ираро-ки Атой-моди О-лой-рой-рой-рой-рой Ираро-ки Атой-моди Гамки елэх пеге Цалмо бе слой Лой-лой-рой Ираро-ки Гамки елэх пеге Цалмо бе слой Лой-лой-рой-рой 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 Ираро-ки Атой-моди О-лой-лой Лой-лой-лой-рой Ираро-ки Атой-моди Спасибо тебе огромное, я постараюсь, чтобы эту передачу услышал Йосиф Бегун, и тебя с ним познакомлю, кстати. Пожалуйста, я был бы счастлив. И слова тут какие, да, я не боюсь, не боюсь зла, да, даже если я иду в долине смерти, ки ато и мади, потому что ты со мной. Да. Интересно, что вот эти слова «плохо человеку быть одному». О чем они? Всевышний говорит Адама и говорит «плохо человеку, Адаму быть одному». Многие думают, что ему плохо быть без жены, потому что в контексте речь идет о том, что там его разделяют и дают ему жену. Правда. Битлз, хозяин Битлз, Эпстейн. Да, Брайан Эпстейн. Брайан Эпстейн. Он был самым богатым человеком Англии, который покончил жизнь самоубийством, оставив записку. «I had everything, but I had nothing». У меня было все, но у меня не было ничего. А мой раб в Израиле говорил, но если даже у человека нет ничего, даже если он в тюрьме, но если он помнит, что он не один, и где бы он ни оказался, Всевышний всегда с ним, то это ощущение близости Всевышнего у него отнять не может никто. Поэтому плохо человеку быть одному. Сказано о том, что человек там в райском саду забыл и ощутил одиночество. И потому Всевышний говорит, плохо ему в одиночестве его. Поэтому царь Давид напоминает и говорит, Всевышний, я не боюсь зла, потому что ты со мной. А когда мы заходим в синагогу, то мы очень часто видим слова во многих синагогах, написанные на месте, в котором хранится Тора. «Шевиси Хашем линегди тамид». То есть вижу, представляю Всевышнего перед собой всегда. То есть когда мне хорошо или когда мне плохо, Всевышний всегда со мной. Поэтому вот эта песня, она такая огромная, важная. Да, спасибо, что вы напомнили. Тебе огромное спасибо. А если я тебя спрошу, а вот какие-то песни Корлибаха тебе что-то говорят? Или это прошлое? Они все чего-то говорят. Вот мне интересно, что вы сказали, вот одновременно вы сказали, что Корлибаха легкие такие песни. То есть их легко петь, их легко играть. И потом вы напомнили «The manager of the Beatles» Брайан Арбстиль. Их песни тоже очень простые слова, очень простые такие слова про любовь, но очень. Все, что после них было написано, оно как-то более как-то вот… Замословано. Да, вот та же вот, когда вот мы с вами, тогда вот я пел свои песни, тоже я там сижу, что-то пытаюсь такое написать. Но часто самое… Не то, что самое простое, а человек, который может, может вот сделать что-то такое простое… Все гениальное просто. Это все лучше всего остального, вот эти простые песни. И есть столько людей, которые пытаются быть Корлибахом, пытаются писать песни, которые вот похожи на его, и как-то одеваются, как он, и играют на гитарах. То, что он… То, что он делал… Ну, во-первых, он это делал от души. Он это не делал ради денег, ради славы. Он это делал действительно ради Всевышнего. И было время еще такое, что вот когда вот распал Советский Союз, и он там полетел в эту… Это до моего рождения. Я только это потом читал. Но его пластинки завозили еще в Советский Союз, и они вдохновляли отказников, людей, которые боролись за право евреев, изучать иврит, Тору. Да. Это, конечно, знаете, я вот вырос на этих историях, что вот были отказники, были люди, люди, как вы, вот, которые так вот сымились к иудаизму, и им это не давали, им это не разрешали. И сегодня это тяжело представить, потому что, ну, как бы не всем… не весь мир свободный, но евреи сегодня, как я понимаю, в основном живут в свободном мире. И никто нас уже… никто нам ничего не запрещает. И то, что вот были люди, которые… которые так вот стремились к иудаизму, и вот они, вот вы, как говорите, вот завозили эти пластинки, и люди слушали, и люди хотели. Для меня… для меня это произвело очень серьезное впечатление с самого… с самого детства. Вот это вот стремление… Жажда. Жажда к запрещенному иудаизму. Потому что запретный плод сладок, как по-русски говорят. Да. Но ты знаешь, вот, например, когда мы собирались в Москве, так сказать, в подполье, условно говоря, сидели тихонечко, и собирались гости, и вот мы хотели что-то спеть такое, что вот если начнешь петь субботние песни такие вот сложные, они не смогут. Но вот если хотелось, чтобы все начинали петь, то мы учили им, условно говоря, три слова из молитвы, и начинали петь. Б'ха-ρε-на-נו-весо-хо-рой-секо, веда-бек-ли-ב�е-נו-биминцвуй-секо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 ли ты такого на сегодня с нами поет и вот как-то семён крымберг пришел в редакцию газеты еврейский мир я там тоже был тот момент игры семён не почему-то так трудно это уловить мелодию вот как бы бы и он не помог как-то мы начали там петь вместе и и он пришел ко мне на шаба со своей супругой и мы так мы мы пели мы пахали он пел и я его подпевал и весь шаббат он был вместе это было потрясающе я помню мне кстати сказал тогда что его дедушка из польши был раввином который когда их вели на расстрел сказал своим тоже была его семья и были дети другие он сказал им дети наидыш он сказал разбегайтесь и фашисты его убили но тот из детей успел убежать а я тогда семена гринбергу сказал что вам сейчас нужно в памяти своем дедушке сказать дети собираетесь я помню это было через какое-то время мне вдруг позвонили из больницы и сказали что семён гринберг его жена попали в аварию их дочка его жена погибла дочка была ранена и он был ранен я приехал бы навестить я увидел его лежащим так вот в бинтах таким даже вот раненым и когда я зашел и посмотрел на него а жена умерла это я разбуделся отлично